Привет, друзья! С вами Ухты Кухня! Нам сегодня захотелось домашней, простой и очень вкусной еды. Оставайтесь с нами, обещаю, будет очень интересно и вкусно. Поделюсь вкусным рецептом куриных ножек в подливке. Голени солю, перчу, хорошо перемешиваю. Можно добавить еще некоторые специи, но у меня будет очень вкусный соус. Сейчас сковородку на огонь, пару ложек растительного масла, небольшой кусочек сливочного сюда же. И самое интересное, друзья, сахар. Примерно полторы столовых ложки. Да-да, сахар, не бойтесь, в блюде мы его не почувствуем, а вот соусу и курочке он придаст особый вкус. Пока у меня здесь все прогревается, нарежу лук. Понадобится 2 средних луковицы. Нарезаю на мелкий кубик. Сахар обжариваем до красивого шоколадного цвета на небольшом нагреве, иначе он подгорит и блюдо получится невкусным. Уже видно, он меняет цвет, становится таким вот бежевым, карамельным, но еще не готово. Когда сахар растаял, карамелизовался, получился вот такого вот красивого шоколадного цвета, добавляю нарезанный лук, солю, перемешиваю и обжариваю до мягкости и красивого цвета. А этим временем подготовлю еще пару ингредиентов. Смешаю сметану с водой. Сметана готова, ножки маринуются, лук жарится. Сережка, так можно ставить пюрешку. Оп! Конечно же посолю сразу, чтобы не забыть, а то у нас такое бывает. Как раз и пюрешечка подоспеет курочке. Хочу показать, какой красивый лук получается. На этом этапе, друзья, добавляю и пережариваю одну столовую ложку муки. Это предотвратит расслаивание сметаны и соус получится более однородным и густым. Прогреваю одну-две минутки. На этом этапе добавляю сметану. Какая красота! А как вкусно пахнет! Если вы видите, что соус получается сильно густой, так как у нас здесь мука, вы понимаете, добавьте смело немножко еще водички. Граммов 50-70. Кстати, друзья, сметана послужит очень прекрасным балансом к сахару, который мы добавили вначале. Ну и дело осталось за малым. Ножки, которые немного подмариновались, выкладываю в соус. Вот так вот, по возможности, немножко вот так вот перемешаю. Типа окунуть. Да, правильно, Сережка, типа окунуть. Накрываю крышкой, делаю нагрев чуть ниже среднего и тушу примерно 30-40 минут с момента закипания. И пюре как раз будет готово. По желанию, в середине процесса приготовления, ножки можно перевернуть на другую стороночку. Посмотрите, они даже немножко подрумяниваются. Добавлю два лавровых небольших листика и дотушу 20 минут. А этим временем можно и картошечку потолочь. В нашей семье картошку толчет всегда Сережка. У меня есть вот такая вот ароматная зеленая петрушечка. Меленько нарежу, посыплю блюдо, накрываю крышечкой, выключаю нагрев и оставляю на 10 минут, чтобы все процессы приготовления остановились. Ну и, конечно же, ребята, пюрешечка, да с курочкой, да с такими вот маринованными помидорчиками. И перчика сладенького. Подаю по классике с картофельным воздушным пюре. Посмотрите, какая красота. Оно как облачко. Оп! Красота! Тра-та-та! Ну, это папа. Папа, конечно, я на нее посмотрела, она такая красивая, как и ты у меня. И вот так вот с соусом, поверьте, это очень вкусно. Ну и куда же без маринованных помидорок. Вуаля! Смотрим, что у нас получилось. Посмотрите, какая сочная курочка получается. Сочная-сочная, друзья, сочная, ароматная. Это просто супер. Очень рекомендую вам приготовить курочку по такому рецепту.